Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня начало, прям вот ночь, 12-29 октября 2020 года. И обещанное видео, материал по нашим разборкам, по масочным разборкам, совершенно нежданной, негаданной. Я не предполагала, мы не ставили себе такой цели. Мы просто с моей соратницей Светланой Серебряковой встретились на метро «Бабушкинская». Кстати, обратите внимание, пока я ее ждала, вот даже на следующий день я обратила внимание, остановка сделана в виде перфокарты. И там рядом есть и допотопные дома. Это все по ходу я на это, естественно, обращаю внимание. То, что район тоже был когда-то старый, допотопный район. Но вот кроме двух домов, там остального все уже новострой полнейший. И остальные новостройки. Новостройки, новостройки. Новостройки, новостройки. Но, так сказать, не буду отвлекаться. Зашли мы в этот центр, нам нужно было просто место для того, чтобы посмотреть документы. Светлана мне показала интереснейшие документы, по которым будет просто отдельный ролик, их нельзя сюда все в одну кучу валить. А это, соответственно, то, что вот неожиданное наше боевое крещение. Но когда-то надо начинать, что называется, встречи с правоохранительными органами. Так сказать, и на старуху бывает проруха. Вот так можно жить, быть добропорядочным гражданином, и вдруг тебя начинают обвинять в каких-то там правонарушениях. Вот такая история. Написано медицинская маска. Вернее, не написано, там написано маска. Я в маске. Девушка, я в маске. Возьмете маску, я еще не открытую. Что там еще молодую? Кому я решил показывать? А это повар пришел. Повар, который я должна отчитываться перед поваром, что ли? Не, 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 я администратор. Возьмете, еще не открытая маска. Я бы сказала, вот мое заставили меня, а вот это. Икс-пятнадцатый. Хорошо. Нам два чая, просто сделайте, и мы уйдем. Хорошо. Икс-пятнадцать, заказ готов. Икс-пятнадцатый. Икс-пятнадцатый. Икс-тринадцатый заказ. Икс-пятнадцатый. 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 Бумажечки, покажите, где масочка медицинская. Вот здесь. Она покраска. Она администраторная. Понятно. Все простое. Наши ожидания я буду прокручивать на удовлетворенном темпе. Ваши полномочия, ваши служебные обязанности пробивать, отпускать людей. Требовать маску, это должно быть определенное полномочие. Правильно? То есть человек должен быть наделен этими полномочиями. Это письменно должно прописано, что именно ваш администратор имеет право. Только попросили документы, да, предоставить? Да, да. И все, и все исчезают. Документов нету. Полномочий нет никаких. Просто заставляют людей. То есть вы готовы одеть, если у вас полномочия, здесь есть документ, пожалуйста. Да вот не принимайте, товарищи. Мы ждем вдруг. А ходите по классу? Нет, нет. Это у нас начало. Подождите. С нами разберитесь, пожалуйста. Да, мы ждем. Мы затормаживаем, а хотим просто документы. Вы только спешили, хотели чай попить. Понимаете, из-за таких покры, всех заставляют нагибаться. Вот зачем вы носите маску, молодой? Заближьте углеписном газе. Вот видите, для того, чтобы оплатить заказ. Что-то нормальное. А вы потом снимете. Вы для чего ее делаете? Понимаете, она заставляет играть? Больше вреда приносит. Конечно. Маска больше вреда. Она вообще пользы никакой не приносит. Вообще. Заражены это, когда у нас есть презумпция невиновности. Нельзя здоровых людей обменять в чем-то. Если у вас нет доказательств. Предполагать не надо. Это вам телевизор предполагает. Мы здоровые. Такая конституция пока еще не отменялась. Документы есть, да, девушка? Нет. Никаких документов. А, на основании тогда чего вы у нас не обслуживаете? У нас, к сожалению. На основании чего, девушка? Девушка, еще раз, основание. Это же ненормально то, что вы сейчас говорите. Понимаешь, что это неадекватный ответ? То есть документов у вас нету. Вот я хочу... Не надо нам интернета. Нам ваши документы. Мы к вам пришли. Мы пришли взять чай. Значит, у вас их нету. Значит, у вас нет оснований. Вы начинаете занимать. Это самоуправство. Вы превышаете свои должностные полномочия. Кто вам дал эти полномочия? Ну, ответьте нормально, по-человечески-то. Кто вам дал эти полномочия? Раз вы нам отказываете, вы выставили продукт, и вы отказываете в оферте, вы нарушаете 426-й закон потребителей? Я отказываю на основании. На основании чего? Вы нормальны, адекватны или недееспособны? Я отказываю на основании. Что с вас требуют? Скажите нам на камеру. Дайте, дадим. Нет, не дадим. Сначала нас обслужите. В очередь обстоятельств. Нас обслужите. Скажите основания. Я бы сказал вот такой документ с печатью. Вы тоже его не принимали. Нет, не принимали. А почему? Почему? А покажите свой документ. Свет, пускай она скажет. Я знаю, что законов не освобождает. Мы знаем законы. Вот именно. Вы сейчас будете отвечать по закону, потому что вы нарушаете 426-ю статью. Роспотребнадзора, вы понимаете? Вы не обслуживаете клиента. Мы пришли к вам, заключили оферту. Все, это оферта. Мы к вам подошли оплачивать товар. Вы выставили свой товар. Вы выставили оферту, понимаете? Мы знаем законы, а вы их не знаете. Так, это вам там на трубочке говорят, да? Пускай они объяснят законы, на которых, на основании чего вы нас не обслуживаете. Ну, закон объясните. Пускай они вам трубку скажут, ваши консультанты, куда она побежала. Закон-то, основание, на основании чего? Просто там, что вы не хотите. Вообще это нормально? Просто вы не хотите. Ну что за цирк устраиваем, а? То есть мы так приняли, что вы просто не хотите. Вы отказываете нам в обслуживании? То есть получается, по каким-то национальным признакам вы к нам относитесь? Или как? Где у вас это самое? У вас дискриминация по отношению к нам, понимаете? Да. Да, дискриминация. То есть по национальным признакам вы... Вы Конституцию нарушаете, Российская Федерация. Конституцию нарушаете. Нет, а я считаю, я считаю... Документы дайте. Документы дайте, пожалуйста. Документы дайте. У вас их нет. Вы понимаете, что выйдет? Я не надо придать. Скажи, какой у вас этот самый? Кому вы подчиняетесь? Что вы, Шарашкина контура? Ну, вы же кому-то подчиняетесь, а это же не вашей конторой. Да. Ну, вот кто у вас руководитель? Директора. Какой? Давайте, мы ему будем писать не на вас жалобу. Мы не директора. На вашего директора напишем. Вы исполнители дурных приказов, тупых приказов. И как его звать? Домарачева Мария, директор. Домарачева. Ну, покажите вашу эту самую. Документ какой-то? Нет здесь. Нет у них тут. Ничего тут нету. Ничего тут нету. Я прошу прощения, просто без маски я действительно не страшно. Вы же не можете объяснить. Вы понимаете, что это ненормально? Вы даже не можете объяснить по-человечески, почему? Потому что это требование Роспотребнадзора. Вот еще одна. Масочника. Покажите требование Роспотребнадзора. Интересно посмотреть. Там написано, что только рекомендательный характер. Да, это понятно. А рекомендательный, необязательный, правильно? Никто их не штрафует, это вранье. Их пугают. Нет, нет, никто их не штрафует. Вы же не знаете. Вы с ними работаете, вы их начальница. Нет, я смотрю просто. Вы телевизор смотрите, все, мы это понимаем, что вы смотрите телевизор. Я даже уверена, что в итоге там стирается белье. А мы учим документы. Мы читаем документы. Чуть монитор заказывает. Так еще что-то, какие-то документы дадите или что мы будем так стоять просто? То есть вы без документов совершили. Девушка, а вы, пожалуйста, пейджи, скажите, вы так хорошо пейджи, чем вы не брали. Боитесь? Вы боитесь, да? Боитесь. Почему? А почему вы боитесь, если вы правы? Если вы правы, почему вы боитесь себя назнать? Но если вы правы, послушайте, вы правы, за вас заступится Роспотребнадзор. Ну как там, поближе? Алина. А вы понимаете, что это дурдом? Алина, скажи вы нам по-честному. Вы понимаете, что это дурдом? Понимаете, что это дурдом? Не понимаете? Вы понимаете, что это требование ненормальных вообще товарищей. Сумасшедших просто. Понимаете? Согласна? А вы сами указ этот видели? Вы сами приказ этот указ видели? Вы читали? Нет, вы читали? Что там написано? Распотребнадзор. С указом Распотребнадзор. Мы не имеем в виду, у нас тут 50-ки, выдавать на каждые, обслуживать для детей. Прям конкретно там так и написано. Нет, такого там нет, неправда. Вы обманываете. Мы читали, мы изучали документы. Там написано рекомендовано. Рекомендовано и отпускать. Это две разных вещи. Так, сегодня будете в Ютубе. Помашите нашим... Хорошо, пойдем, Свет, посидим просто так. Итак, нас не обслужили, и мы пошли просто сесть за столик и обсудить документы. Ну, как оказалось, нас высматривали в этой узбекской чайхане, и они вызвали полицию. По всей видимости, руководитель этой забегаловки, она испугалась или чего-то, или им такой приказ дали чморить людей, которые свои права отстаивают. Короче говоря, они вызвали полицию, и она нас окружила. С нами-то они заключают договора как управляющие. Да, они как поставщики. Значит, где здесь зарыта вот эта собака-то? А, зарыта собака там, что я так, что это мое мнение. Нас не обслуживают. Нас не обслуживают. Мы попросили документы, чтобы нам предоставили, на основании чего нас не обслуживают без маски перчаток. Мы все знаем, все эти указы мы попросили, чтобы нам предоставили. Они не смогли предоставить никаких документов. Но вы же знаете, что есть документы? Нет, ну опять же... Мы знаем, какие указы есть, что нет, только рекомендации. Но опять же, если они что-то от нас требуют, согласитесь, они должны... Они должны дать нам документы. Я у девушки из простых силы. Девушка, извините, а у вас есть полномочия требовать от нас что-то? У каждого человека на рабочем месте есть свои права и область. Рекомендации. Слово рекомендации, это рекомендации. Это они вас могут просто не обслужить, как вызывают полицию, правильно? И мы можем вызвать полицию, потому что нас не обслуживают как граждан, правильно? Как потребители. Потому что они выставили аферту. 426-я Роспотребнадзор. Нас надо обслуживать. Здравствуйте. А есть законы по городу Москвы? У нас нет знакомых? Да, конечно, с нас нет. Но вы знаете, что это три, вы с вас были, что они узнаете? Мы знаем всем, что они незаконны, эти законы. Города Москвы. Так что они являются исполнительной властью. Они не законодатели. Законодатели только федеральные законы. В данном случае это не является внимательным правилом отрасли? Нет. Как это не? Ну так. Соответственно, Конституция уже даст. Сейчас, минутку. Мы доставим Конституцию у нас с собой. Конституция. Пожалуйста. С новыми, со всеми. Пожалуйста. Так, первое, что у нас в Конституции написано, что? Во-первых, вы не представились. Да, да. Старшина полиции. Очень хорошо. Так, у нас первое, что у нас, основа конституционного строя. Российская Федерация, Россия есть демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Статья вторая. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Правильно? Конечно. Мы чая попросили попить. В чем проблема? Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. А это самый высший закон всего, над всеми главами всех регионов. Это самый высший закон государства. Можно я скажу, пожалуйста? Соответственно, главы регионов, которые правили сами создавать правила, 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 правила. Нет. Они не могут противоречить федеральным законам. Пожалуйста. Но здесь тоже в этой книжке почитайте. Это в Конституции. Как раз размираем устав, устав, устав города. А скажите, это нормально, что у нас не обслужили, чай нам не дали? Пожилым женщинам. Вы понимаете, что это вредно для нас дышать углекислым газом. Только фашистских концлагерях. Откуда вы знаете, какой у меня ютуб-канал? Вообще я альтернативщик. Я этим никогда не занималась. У меня просто вот... План всего доброго. Маска, посадевательная кайсика. Спасибо. А попросите их, пожалуйста, чтобы они нам чай дали. Просто вот как ютуб-канал. Сальсвайн-двольт, индивидуальный защит, надеюсь. И вас откроем. Я не вижу. Итак, вот таким образом это все закончилось. Они просто ушли, эти ребята. Мы продолжили заниматься документами. На следующий день мы должны были встретиться в МФЦ. И следующий ролик будет о том, уже как более серьезный. Уже пришла тяжелая артиллерия. Уже участковые были вызваны для нас. Вот те же самые ребята, участковые. А пока подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео. Ничего не бойтесь. Но и не надо вести себя агрессивно. Еще раз все время говорю. Потому что везде люди. И в полицейских тоже есть нормальные люди. И с ними надо вести себя тоже как с людьми. То есть пытаться достучаться до человеческого начала. Которые пытаются вытравить всеми способами. Вот эти нелюди, которые захватили власть. Или там двух власти у нас. Потому что в принципе законы Конституции. Вот проекта Конституции Российской Федерации. Они сегодня на нашей стороне. Там очень много замечательных статей. И этим надо пользоваться. Поэтому надо их изучать. И спокойно разговаривать. Без нервов. Без надрыва. Спокойно. По-человечески разговаривать. И потихонечку, потихонечку выводить на правовое поле. И полицейских в том числе. Да. Когда мы выходили из этой забегаловки. На выходе стоял мальчик-повар. И незаконно измерял термометрию. Входящим. Ну еще с ним поговорили. Вас всех подставляют. По законам Российской Федерации. Вы должны иметь медицинское образование. Это раз. Второе. На ваш вот этот призыв. Снимать или тоже не имеете? Нет. Имеем. Вы же на работе находитесь. Вы на работе находитесь? Да. Мы имеем. Конституция Российской Федерации. 29-й статья 24-й пункт. Вот когда вы будете дома на диване лежать. Тогда мы не будем иметь права вас снимать. Вы должны. На работе можно. На работе можно. На улице тоже. Благодарю за внимание. С вами была Галина Корышева. И следующее видео про МФЦ. Субтитры создавал DimaTorzok